Ну а в красном углу ринга команда города Москвы в составе Анна Банщикова, Оскар Кучера, Александр Носик. Давай! Назад! Куда? Назад! Давайте, носите ее теперь туда-сюда. Давай, Таня, пока они стоят, расскажи досье. Я быстро. Наше досье. Александр Носик. Гениальный русский актер. Прославился исполнением ролей Буратино, Сиронода Бержерака, Слона Хатки в мультфильме Маугри и Утконосов в сериале «Дикая природа Австралии». Анна Банщикова. Великая русская актриса. Продолжательница великой династии русских актеров Банщиковых. Ее прапрадед Харитон Банщиков основал первый в мире публичный театр «Женскую баню». На представление в театре Бани всегда собирались аншлаги, а программки и бинокли вообще шли на расхват. Оскар Кучера. Один из самых кучерявых телеведущих современного эфира. Секс-символ города Иваново. Неиссякаемый фонтан психической энергии. Прототип знаменитого фонтана в городе Брюсселе. Писающий мальчик. Всеми признанный гений импровизации, кроме стран Азии. Команда города Москвы. Прошу вас занять место в красном углу Рига. Давайте, например, команда Москвы начнет. Команда Москвы. Пожалуйста, сюда подходите вот на эту линию. Становитесь сюда. Сейчас вам будет представлена уникальная же возможность. Все равно ничего не слышно, Александр. Я тоже говорю, что угодно. Все равно ничего не слышно. Понимаешь? Сыграть наш конкурс, который мы назвали Адский Морфинг. Суть вот в чем. Сейчас зрители увидят, а вы не увидите, картинку известного человека. Кто это? Билл. Это Билл. Его Гейтс. Да, Билл. Сейчас зрители посмотрят, что он у нас превращается. Он вот так вот. Гейтс. Вот так у нас. И назад, 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 назад. Итак, поехали. Итак, превращение начинается. Поехали. И это у нас был... Что-то он, по-моему, нажрал что-то лишнего. Ой, какой ширкомордый. А что у него с глазками-то? У него что, у него болит что-то? Стоп, и сейчас исчезнут, видимо. Билл Гейтс поставил макос к себе на компьютер. Что-то его прет, чувака прет. У него сейчас засмеялось три человека, которых сетевого телевидения Северного Бирюлева. Пожалуйста. Зрители, его жена засмеялась. Как вам кажется, он похорошел? Он, по-моему, испугался. То есть, дайте еще пять процентов. Пожалуйста. Шесть. Дай ему шесть. Так, я даю десять. Стоп, 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 стоп. Ой, какой. На кого-то похож очень. Он очень похож. О, белорусы, смотри. Белорусы, смотри, прям заходятся. Они смеются. А у них вообще же... Известный белорус просто. Они же не видели телевизор уже лет десять. Обратите внимание на губы. О, подожди. Это он в актера превратился? Нет? Да. А кого вы спрашиваете сейчас? Всех. Люди, скажите, он в актера превратился? Да. Отлично, хорошо. Спокойно. Американский актер, да? А мы, значит, не люди. Нет, не американский. Нет, не американский. Отлично. Видите, как... Это не американский, но русский актер. Это французский актер. Ой, я знаю, этот, как его... Как... Луи де Финесс? Нет? Что? А из этих вы кого еще знаете? Ой, а покажите еще раз Луи де Финесса, пожалуйста. Что? А можно я вам сейчас... А я вам могу показать этого актера? Покажи. А, я знаю, который играл в фильме «Обратно в школу». Нет, я что-то не то показал? Нет, не то. Ты показал сейчас Луи де Финесса. Мистер Бин? Нет. На... Как его зовут? Бенни Хилл. О, эх, право! О, Бенду. Это была команда Москвы. Пожалуйста. Какие дружные. Это сразу видно москвичей, чтобы не переломиться им, понимаешь? Табличка пронесла. Тяжелая. Итак, внимание. Ну ничего, ничего, мы видим, что вы готовы. Тяжелая очень табличка. Очень. Покажите, как вам тяжело. Ну вот. Рано еще. Рано держим. Мне сейчас напомнили Виктюка. Да. Держать. Покажи, какая тяжелая табличка. Держать. Держать. Стоять. Второй раунд. Дайте мне, дайте мне. Обманщик лицедей. Приглашаю на сцену команду. Отодранники. Отодранники. Прикольно. А петь надо? Сейчас, да, петь придется. Но подожди, а то мелодия же есть тут? Светит меч. Нету абсолютно ее больше этой мелодии. Больше нет, забудь. Но это подстава какая-то. А вот Александр почему-то не хочет... Носик отказывается петь. Не хочет петь, да? Я правильно понимаю? А, вот, вот, вот. Смотрите внимательно, что делает своим телом Аскар. Смотрите, смотрите. Видите? А, дайте микрофон. А, вот, стоп. Смотрите, смотрите, друзья, друзья. Смотрите, как мы умим. Аскар, как мы умим. Смотрите, друзья, давайте поможем. Как мы умим. Смотрите, как мы умим. Приготовились, приготовились, поехали. Светит месяц, светит ясный, светит белая заря. Осветила путь дорожку мне до милого двора. Мне не спится, не лежится, сон меня не берет. Я сходил бы к милой гостей, но не знаю, где живет. Запросил бы я товарища, мой товарищ доведет. Мой товарищ меня в краше, боюсь, Аню уведет. Подожжу я к дому милой, а у милой нет огня. Постучала под окошком моя Аня с ватры главы. Постучала под окошком моя Аня с ватры главы. Субтитры создавал DimaTorzok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Стоп, стоп, стоп. Руки, уберите руки. А, извините, направо загибай, как бы полукругом таким. Вниз и так сильно. Стоп, значит, послушайте меня теперь внимательно. Я только широкими мазками могу. Стоп, можно? Широкими мазками могу. Не надо такими широкими, надо маленькими там будет, да? Да. И сейчас такое, знаешь, как это, такое... Сейчас, подожди. Делать уже, делай, да? Нет, нет, не делай пока, подожди. Как бы, знаешь, такие маленькие кружки, три штучки. Раз, два, три, четыре. И, 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 стоп, стоп, отлично. Теперь веди линию, линию веди, пожалуйста, налево, плавненько, плавненько. Веди, налево, налево, плавненько. Стоп, отлично. Теперь ведем линию полукруглую вниз, таким полукругом. Полукруг загибается направо. У меня один вопрос, Аскара, извините, я вам добавлю 10 секунд. Скажите, вы хотите потом поднять вот так, Артин? Решенно известно. Подождите. Так, можно прочертить здесь, а то она не прочертила. Где? А что, опять не пишет, да? Все, 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 нет, что ты делаешь? Все, поставь, вот была точка, все, держи здесь спокойно. Теперь ведем прямую направо, на 10 сантиметров направо. Направо, на 10, стоп, это 10 сантиметров, а не 50. 10, теперь налево обратно веди. Срокими мазками. Да, стоп, подожди, дай-ка, вот я тебе поставлю. 10 сантиметров налево. Направо, направо, направо. Все, и вниз, ровно вниз. Все, достаточно, очень хорошо. Да, теперь, теперь, теперь веди ровно по прямой. Картина кончилась. Стой, по прямой веди туда. Да. Налево веди, налево по прямой веди. Ведем, стоп, стоп, очень хорошо. Теперь ведем прямую наверх. Так, мягенько, спокойненько. Ведем, 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 ведем. Стоп! Не совсем то провели. Теперь чуть вниз. Теперь чуть вниз. Стоп, стоп. Еще ниже, еще ниже, еще, хотя нет, все правильно, теперь наверх, теперь наверх ведем, наверх, 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 и теперь круг рисуем, большой круг, да, вот, ну, можно и так, да, только надо рисовать, стоп, нет, не такой круг, подожди, хорошо, что не нарисовал, круг маленький, радиусом приблизительно, вот, да, вот так, хорошо, рисуй здесь, очень хорошо, великолепно, так, теперь, стой, подожди, теперь ведем вниз прямую, стоп, стоп, теперь наверх ведем прямую, так, стоп, теперь прямую направо, поехали, 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 Стоп, 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 теперь вниз, чуть-чуть, чуть-чуть, стоп, ой, извини, что я схватил, и налево поехали, такую же длинную, длинную, и чуть наверх загибай, загибай, наверх, загибай, стоп, стоп, наверх, это стоп, я говорю уже давно, стоп, теперь иди, веди обратно, веди обратно, веди обратно, обратно, веди, обратно, и точь, стоп, стоп, назад, чуть-чуть, чуть-чуть назад, стоп, точечек много ставить, много точечек, точечки ставить, говорю, точечки, точечки много-много, не в одном месте, не точечки, да, а, нет, иди, стоп, так, хорошо, надо будет. Просто веди руку направо, а направо. Стоп! Стоп! Теперь вниз веди руку. Чуть-чуть. Теперь налево. Чуть-чуть ничего не черти. Чуть-чуть, я говорю. Стоп! Вот здесь. А теперь здесь такой... Аскак, 30 секунд. Улыбочку рисуй. Улыбочку такую. Стоп! Да, хорошо. И от этой улыбочки вниз язычок такой. Ну, мне кажется, всё. Стой, подожди, стоп! Десять секунд, вы мне обещали. Десять секунд. Теперь направо. Идём направо. Ничего не ведём, не ведём направо. От язычка? Направо сюда, направо, да. Стоп! Вот здесь. И теперь здесь рисуй загогульную, как он хочет. Маленькую только. Маленькую загогульную. Такой, да. И чё-нибудь такое? Начерти, начерти здесь. Начерти чё-нибудь. Да не здесь! Чуть-чуть, в этом же месте маленьком. Вот здесь вот. Да, давай. Чуть-чуть. Вот здесь вот рисуй. Спасибо. Всё, спасибо. Спасибо. Отлично. Спасибо. Очень хорошо. Можно снимать? Да, можно снимать. Браво. Мне кажется, это тот случай, когда снимете вы повязку или нет. В принципе, большой разницы нет. Самое главное, я хочу заметить сразу, что мы нарисовали мужчину. И где же ты вас? Скажите, Аскар, вообще, а где вы учились рисовать? Да. О-о-о. Там учились многие. Там вы... И вы тоже, да? Да. Давайте вернёмся к героям этой картины. Да-да. Это встреча Одиссея с циклопом. Выполнен это в довольно импрессионистской манере. Серьёзный такой. Итак... По крайней мере, это похоже на картину. Да, это похоже на картину. Очень. Из-за рамки. Прежде всего, из-за рамки. У меня вопрос касается некоторых частей циклопа. Кстати, где глаз у циклопа единственный? Вот он. Практически третий глаз. А вот эти точки... Это веснушки. Это мухи. Веснушки. Они разбросаны. Да, они так и прежны. Понятно. Скажите, а вот это нога, видимо, я так понимаю. Понимаете, это некая вот типа коляски. Видите, здесь раз колесо, два колесо. Вы плохо понимаете. Раз колесо, два. Я плохо понимаю, конечно. И в колясках вы не понимаете. Татьяна, надо провести... А вот это вот язычок, который вы рисовали. Язычок? Почему-то он на колесе от коляски. Это как? Вот этот вот язычок... В коляске должна была быть Асидора Дункан. Это просто часть вот этого вот... Как называется это животное? Морж. Морж. Это часть, которая не влезла... А, которая не влезла в коляску. В коляску. Оно как бы прогибается, таким образом получается... Вы знаете, что радует в этой коляске? Влезло практически всё. Да. Я постаралась. Кроме... Только язычок не влез. Сам Одиссей где у вас изображен? Он влез в коляску или нет? Михаил, а по-моему, само название картины «Морж в коляске» уже сразу выметает Одиссей, он не нужен. Вот что вы будете смотреть картину? Вот вам приходит Михаил. Вот две картины есть. Одиссей картина и «Морж в коляске». На какой вы пойдёте, очевидно? Я, очевидно, пойду на «Моржа в коляске». Вопрос. Тем более, что... Но я просто хотел узнать, где Одиссей? Вот и всё. Одиссей. Мы можем предположить, что Одиссей может быть вот здесь. Где-то здесь, рядом с глазом. Где-то здесь. Ну, конечно. Рядом с глазом, не рядом же с... Язычком. Хотя, вы знаете, там его самые места, мне кажется. И последний вопрос касается вот этих хаотических частей тела. Ну, это подчёркивает, так сказать, природу происходящего. Это линия горизонта, Михаил. Это линия горизонта, да. Поскольку вы не понимаете абстракционизм, я вам могу объяснить, что вы... Я бы сказал, что это электронные помехи. Ну, знаете, у любой картины есть помехи. Мне кажется, это первая в мире картина, на которой виден ультразвук. Уходят вот практически туда. А это вот, кстати, вот сейчас Анна показывает заземление. По всех правилам противопожарный безопасность, они заземлили картину. Блестящая работа московских абстракционистов. Прекрасно. Спасибо. Ну, ничего, друзья. А вот и пять вам. Вот вам пять ещё. Пожалуйста, можете вдвоём. Прошу вас. Они как-то уже пробовали, что-то у них не вышло. Итак, внимание, внимание. Ну да, так как-то на всякий случай, я согласен. Конечно. Вы знаете, никто же не знает, что здесь написано, поэтому... Спасибо вам, Анна. У них первый раз, это они боятся ещё. Пожертвовали собой, что называется. Да. Итак, внимание. Александр не при делах оказался, нет? Я не при делах. А, вы руководитель. Итак, внимание. Пятый раунд. Молодцы, Кать. Молодцы. И главное, Анне очень понравилось. Также уходите обратно. Конечно. Также сможете уйти. Спасибо вам большое. Ну что ж, мы переходим ко второй части конкурса. Поёт Минск. Угадывает Москва. И мы подключаем Аскара и смотрим, с каким же удовольствием он слушает радио Юмор ФМ. Посмотри, какое весёлое лицо. А ему смешно. Хороший радио. Шутки там всякие. А? И песни, видимо. Олег, шутки. Мы можем потерять Аскара. Поехали. Приготовились. Песня готова? Да. Как обычно. Да. 40 минут? Да. Поехали. Ты же меня, ты же меня, ты же меня подменула. Ты же меня, ты же меня подвела. Ты же меня, ты же меня молодого зума развела. Ты же меня, ты же меня подменула. Ты же меня, ты же меня подвела. Ты же меня, ты же меня молодого зума развела. Спасибо, Олег! Браво! Нет, нет, пускай еще послушать. Нет. А я думал, успеем мы сегодня до ночи или нет. Это с особым цинистом. Не успеем. Оскар, мне рекомендуют не переворачивать эту песню, потому что... Потому что, в принципе, повторить ее впрямую тоже невозможно. Вы знаете... Да. В принципе, перед тем, как выучить первый российский рэп, Винни-Пух тренировался на скороговор. Ну, это известный факт. И это одна из этих скороговорок. Ну, это не гимн Советского Союза. Ну, еще не факт, кстати. Если вы споете, и мы развернем, возможно, получится гимн. Можно кусочки покороче брать. Первая часть. Еще раз. Еще раз. Пишем. I love you too. Отлично. Супер. Мега скорость. Вторая часть. Еще раз. Пишем. 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 Ага. Кстати, запомните вот этот сэмпл. Потому что нам понадобится еще... Не хватает немножко губ. А, нет. Губ не хватает. Вам? Аскару. Михаилу не хватает ваших губ. Аскару. О, другое дело. Вот, вот так вот. Ты не мышь, не мышь. Да, там дело в том, что надо много раз говорить. Ты не мышь, ты не мышь. Мне приходит мышь такая большая. Я мышь. Ты не мышь, ты не мышь. Ага. Супер. Более спокойные части пошли, уверяю. Я, по крайней мере, так вижу. Развезло человека уже. Нет. Нет, это много. Давай вот так. Вот так. Нет, нет, давай вот так вот. В полэкрана показывает. Мы сейчас играем просто с Аскаром в Тетрис. Как бы человек хочет сказать слово арбуз, у него не получается. А в Эрзу Зерзамуза Гор. Пишем. А в Эрзу Зерзамуза Гор. Ага, есть. Молодец. Очень хорошо. Препоследнее. Приготовились, пишем. Отлично. И финалочка. Вот она. Очень внимательно сейчас. А в Унебида, 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 в Унебида. А. А в Унебида, в Унебида, в Унебида, в Унебида, в Унебида, в Унебида. Браво. Есть. Записали. Я причем уверен, что я эту песню даже не знаю. Или знаю? На самом деле. Знаю? Да, да, да. Не знаешь. На самом деле. Аскар. Миша, Миша. Эту песню, если я сейчас разверну все, что вы спели, ее даже не знаю, это Кулич. Но на самом деле можно догадаться, потому что тут существует только одна такая песня, в которой вот этого очень много. Еще подумай, над чем могут смеяться белорусы. Приготовились. Слушаю. Унебида, в Унебида, в Унебида. Унебида, в Унебида.